здравствуйте уважаемые зрители в эфире передача версии с вами ее авторы даниил богатырев и сергей лазовский и у нас в гостях сегодня виктор савинов директор международного института политической философии здравствуйте здравствуйте вот первая тема которую хотелось бы обсудить я так сформулирую наверное в региональном разрезе в связи с актуальными новостями вот геополитическая обстановка в восточной европе как она меняется на сегодняшний день привяжемся к нескольким последним новостям вот российские условия скажем по к соединенным штатам выдвинуты по не расширению нато на восток не размещению там определенных типов вооружений вблизи российских границ и так далее до этого йенс столтенберг генсек нато заявлял о возможности размещения ядерных вооружений американских в польше до этого лукашенко также заявлял о возможности размещения российских ядерных вооружений в беларуси то есть мы понимаем что обстановка как-то меняется меняется ужесточается восточная европа скорее всего будет милитаризироваться а может быть и нет как вы считаете вот куда мы идем в плане именно геополитической обстановке восточной европе геополитической геополитической и как ее результат военно-политической ну давай во первых сначала напомним всем что геополитика это чисто военная игра то есть наука которая возникла то есть что такое геополитика то есть это география геополитики да по большому счету и просто в начале двадцатого века самые продвинутые генштабы такие как немецкие в первую очередь разрабатывали то есть зависимость исторических и герд то есть временных и пространственных факторов на политическую ситуацию то есть бывает ли в политике что-то стабильное мы должны за что-то опираться и начали находить закономерность для тех кто такой краткий курс геополитики заключается в том что там самое главное противоречие это страны которых их полить внешняя политика определяется морской направленностью так называемой си пауэр то есть морская сила страны морской силы которые по стечению обстоятельств то начинают возник когда генштабисты а потом ученые начали изучать такие закономерность или нет и вдруг неожиданно выяснилось что англосаксонский мир это есть си пауэр это и есть это морская сила и мы это даже зря и она же торговая цена за естественно и мы даже это видим в названии допустим блока нато то есть атлантический то есть соответственно это говорит нам о том что блок нато представляет интересы вот этой вот геополитической морской силы а геополитическая морская сила по своим историческим и географическим особенностям это и есть англосаксонский мир то есть условно вы легко можете определить страну англосаксонского мира по простому принципу если эти ребята говорят по английском то есть они представители морской силы си пауэра теперь дальше теперь я понял почему данилов хочет чтобы мы все заговорили по английски ну вот тут я скажу так противника надо понимать вы скажите кто то что под подождите что я говорю то есть я изначально взял и отправил си пауэр отправил си пауэр в в противники а как я могу не отправить си пауэр с точки зрения геополитики в противники мы не си пауэр никак мы находимся с другой мы-то не находимся с другой стороны и в этом-то наша проблема другой стороной конфликта мирового это так называемые сердечные страны или страны сердечника или центральные страны это страны которые наоборот как это страны которые базируются на основном материке ну наверно географическая ось история да наверное вы все учили историю и географии вы понимаете что так или иначе человеческая политическая мысль историческая географическая вообще любая гуманитарная мысль она европоцентрично то есть центре этой мысли находится европа но европа это единый континент с азией евразия и соответственно хартлендные вот эти вот страны мирового сердечника это страны хартленда вот борьба хартленда и си пауэра с точки зрения науки геополитики то есть любой геополитик прежде всего должен выявить существует ли в том или ином вопросе конфликт естественных экономических политических исторических географических конфликтов между странами хартленда то есть евразийским пространством уже становится ближе таком и слова начинают появляться и си пауэр теперь давайте посмотрим кто с точки зрения единственное счет для наших зрителей добавил бы что вот цивилизации суши хартленда они как правило милитаристские то есть милитаристская цивилизация против торговой это вот такой классический геополитический классическая конфронтация ну согласен с тобой правильная формулировка абсолютно ну и мы это в общем то видим это оказывает влияние это мы уже то есть я просто бывшему сейчас с тобой ускучим в политическую философию которая вот эти вопросы как раз изучает а это еще целый пласт наук давай все-таки из и исходить из того что нашим зрителям иногда очень сложно у нас политологов философов социологов слушать вот по какой причине мы же говорим такими словами который человек эту информацию слышит впервые тоже не входит ни в программу школы не в программу университета и надо дать время человеку просто разобраться чтобы наш нашим возможно за наша без это было человеку понятно то есть конечно можно говорить так как мы говорим на научных там конференциях политологических или философских но но страшно далеке нет да но это все очень далеко далеко от народа поэтому давайте сегодня говорим о геополитике простыми словами очень простыми словами и упаси господь не пересекает река прикладной да не пересекаем нигде границы философии чтобы не появились эти жуткие философские термины которые надо полчаса расшифровывать что имеется поэтому вернемся так сказать в начало да значит то есть геополитики существует вообще три типа стран но главный конфликт существует между двумя типами значит между странами си пауэра то есть который совпадает с англосаксонским миром и совпадает он на протяжении всей мировой истории и странами хардель как правильно ты их называешь странами суши то есть морскими и сухопутными до страны и поскольку центр сухопутных стран в европе там все время возникает так называемая евразийская ось и и вот в этой оси одна из стран сухопутных играет ведущую роль ну это ось ее легко достаточно назвать и вот анализ этой оси это во многом геополитическое прогнозирование кто в этой оси играет ведущую роль эту ось обычно называют очень просто париж берлин москва пекин то есть франция германия россия китай и в разные исторические периоды одна из стран вот этой оси играла решающую роль но мы понимаем что в какой-то период времени вот в восемнадцатом веке лидером оси этой оси было естественно франция в раньше китай когда китай до проблем которые возникли с экономикой этой страны в том же восемнадцатом веке они были мировыми экономическими лидерами поэтому они косвенно даже влияли на европейскую политику естественно что в девятнадцатом веке в начале девятнадцатого века когда россию называли жандармом европы россия была лидером этой оси и исторически возникает вот чем закончилась вот россия жандарм европы то есть россия побеждает наполеона играет решающую роль священный союз становится жандармом европы и чем это заканчивается это заканчивается крымской или восточной войной когда ключевых сначала конфликт возник как бы со стол со страной вот еще мы один тип стран не назвали третий тип стран вот страной третьего типа с турцией но туда тут же ломанулась морская сила в виде англии стала так сказать дорегулировать вопросы в сухопутной оси но кто хотел перехватить так сказать господство в сухопутной оси франция поэтому наполеон третий легко объединился с англичанами что трудно было совсем недавно себе представить объединился с турками объединился с пьемонтом который тоже выступал в этот момент в роли объединить еще не выступал но фактически как уже выступал то есть практически уже объединил это пьемонт это королевство в северной италии да это то есть то чата часть италии которая италия была к этому времени разделена вот пьемонт стал объединителем италии и для того чтобы поднять свой геополитический обращаю внимание вес он вступил союз с англией и пауэльной страной с францией которая боролась за лидерство в картинке из одной из крупнейших стран третьего типа которых мы сейчас поговорим с турцией в борьбе чтобы россия перестала быть лидером в тот момент лидером в концепции картинного мира вот собственно законы геополитики работают всегда везде во всех исторических периодах только просто могут меняться название стран си пауэра и там если в античные времена уходить просто другие страны были морской силой или хартлендом но существует третий вид стран это так называемые римляндные страны или страны прибрежные то есть основных критерием за римляндных стран является то что это страны прибрежные и именно на их территории изучая всю военную историю великие геополитики пришли к следующему выводу что собственно говоря мировой конфликт все время возникает вот в этих вот переходных римляндных странах которые чаще всего оказываются просто прибрежными территориями когда распался советский союз украина которая естественно в составе советского союза как геополитического правоприемника российской империи из страны хартленда то есть страны которая борется с си пауэром вдруг неожиданно в силу того что у нас есть черное море и соседство со странами лимитрофами о чем мы поговорим дальше лимитроф это с не прибрежные страны которые возникают между элементами оси и которые не имеют отдельный геополитической роли каким странам относятся венгрия польша то есть то что страны восточной европы на которой распространился блок нато и даже если бы он на них не распространился все равно это переходные пространства и вот эти переходные пространства и разыгрывают собственно страны оси и страны си пауэр особенно в опасной ситуации всегда оказываются прибыль реально географические прибрежные страны связи с тем что украина имеет черное море а побережье черного моря для стран си пауэра эта точка давления на страны хартленда вспоминаем крымскую войну снова крым и вот вот доказательства научности геополитики то есть крым эта точка которая всегда является основой конфликта стран си пауэра морской силы и стран хартленда то есть для си пауэра и хартленда такие точки как крым они основа основ их перевеса в борьбе против противоположной стороны то есть у крыма не было иной судьбы у крым крым то есть страны си пауэра любой ценой должны быть в крыму также как страны хартленда должны быть в крыму поэтому события 2014 года с точки зрения геополитики не то что прогнозируем и это как закон то есть этот форма конфликта в украине и попытка россии не сильно интересует условный харьков с точки зрения геополитики или донбасс почему россия так запустила когти в крым и не так запустила когти в донецк потому что люди которые не изучали геополитику они не понимают что владение крымом это геополитический фактор а владение донбассом это не геополитический тоже многие спрашивают вот америка во второй мировой войне пока у нас там шла сталинградская битва воевала за какой-то там остров гвадал канал там где кроме папуасов никого нет так не так оно правда так это ж так и есть но вопрос заключается в том что гвадал канал это ключевая точка на оси япония австралия и если бы япония захватила гвадал канал это фактически капитуляция австралии то есть по большому счету вот не сам сад не совсем мы воспринимаем мы как люди воспитанные в хартлендной школе хартлендном мышлении в изучении картлендной истории нам понятно сталинград немцы рвутся к волге мы их с флангов опять же волга естественной борьба это а странным страны си пауэр может быть совершенно другими категориями вот есть остров где-то там в океане там живут ребята которые не всегда даже не вообще не знаю что такое трусы они там эти как-то закрываются какой-то какими-то там листочками примерно примерно там же кстати были вот эти карго культы когда у вас и там строили самолеты из бамбука на связи с этими они вдруг вдруг они себе сидели жили себе спокойно вдруг прилетают тяжелые бомбардировщики прикрывают крейсера там ну если они там чуть-чуть от берега плывут там авианосец человек там полку не может или держит что такое ровно а там авианосец а на берега стоит там тяжелый крейсер разрыв сознания причем днем типа американский крейсер а ночью там японцы по ночам прорывали через прорыв вот вот эти пролив слот то есть почему он там как как возникло это понятие пролив железное дно из-за количества погибших там после сейчас там ничего нет туда только туристы надо заплывать в этом причем представить себе физическое восприятие этим дикарем авианосца но когда находишься где-то там в других морях и вдруг заходит туда сэвэнсис этот лайм а когда больше чем суша а тут целый авианосец а когда тяжелая это самая артиллерия из элитный сменца эсминцев они выдержали там какие-то 130 миллиметровую пушку это не особая проблема а теперь представьте себе когда по острову начал фуговать линкор хио с артиллерией там 15-дюймовый 12-дюймовый и там хио коруна и соответственно вы представьте себе взрыв там крупнокалиберной корабельной артиллерии они вообще не видели даже опять-таки пал палку держали но тем не менее с точки зрения военной стратегии с точки зрения геополитики сражения допустим загладал канал или там в коралловом море вполне объяснимо потому что в их мышление у них в их мышление они защищают линии коммуникации в тихом океане и для того чтобы к породу парадокс для того чтобы японцы не пришли к ним в калифорнию американцы должны воевать на вот этих вот жутких островах и поэтому даже допустим какой-нибудь генерал антонов будучи исполняющим обязанности начальника генштаба советского союза никогда не мог сказать там допустим адмиралу кингу а чё это ваш флот там вот это вот у вас там авианосные группы отряды в этом за один вечер там потеряли там пять крест тяжелых крейсеров шо у вас там происходит нет они прекрасно то есть профессиональный военный прекрасно понимал что у сипауэра другая война потому что война сипауэра требует других факторов для и для них важно военно-морские базы которые оказывают севастополь это то есть геополитическая позиция была одна из важнейших в европе не потопляемый я мусор с черновым контролем черного моря влиянием на турцию а соответственно коль косвенно влиянием на весь ближний восток то есть тот кто владеет севастополем как это не не парадоксально эхо отдается в богдане это буквально это прямая причем не новороссийском не одессы да именно севастополем вот вам и почему происходят события в крыму то есть видите геополитика достаточно интересная наука ну нам сложно конечно пересказать вам миллионы миллионы тысячи томов до написанные в этой науке но мы главное должны помнить что мышление стран морской силы и мышление стран которые нам понятно стран суши мы еще раз повторяю проанализируйте вы прекрасно понимаете что такое курская дуга и совершенно не понимаете что такое допустим сражение ну примедурия может вы понимаете но какой-нибудь там штурм и вадзимы с чем ее штурмовать каким тратить столько энергии но с точки зрения стратегических принципов все повара все правильно то есть придрался и вадима это путь на окинаву но для американцев я извиняюсь в те годы гораздо страшнее было попасть на соломоновые острова чем куда-нибудь в район здесь дюнкерка или тому подобное вот там было страшно да так вот к нам же вот смотри почему страшно вот я описываю часто в одессу приплывает американский эсминец который носит имя нету кук нет салливанс он их было три брата они все служили на одном крейсере который в результате одного из сражений в слоте вышел из этого пролива от ту сторону его торпедировала подводная лодка и практически весь состав этих самых этого крейсера погиб но не в результате того что корабль перевернут крейсер это был крейсер полу джуна назывался джуна это столица аляски он перевернулся и они сели на плоты их там большинство людей в этом из из джуну сожрали акулы то есть вот для них вот это вот ужас войны у нас даже такого нету вышли и там были братья родные они все погибли и они национальные герои сша и для них там для них война это нечто другое в мышлении в базовом для нас что такое герой герой это вот сержант павлов да вот мы понимаем матросов матроса да это наш наши герои наши сухопутного мышления картинного мышления а американские герои какой-нибудь какие-нибудь там летчики с авианосцев там мы не очень понимаем чем допустим там подвиг авиагруппы интерпрайса которая атаковала там условно авианосцы черт знает где японские авианосцы и даже их потопило а что на самом то есть если брать там оценку в морской силы потопить четыре авианосца в одном сражении я имею ввиду мидуэй вон в америке сейчас вышел фильм мидуэй это же для них мидуэй как для нас сталинград и то что это на краю земли это понятно что они морская сила у них флоты сражаются в тихом океане у них свой край у них на краю земли но в центре воды а у нас единственный известный такой герой который потонул чапаев да вот чапаев наш герой американцев там какой-нибудь герой адмирал немец который никогда никогда это имеется ввиду в годы второй мировой войны он воевал из кабинета то есть он говорил два авианосца туда четыре сюда причем с ними связана такая хорошая фраза вот чтобы вы понимали восприятие сипауэрных стран когда немецу предложили должность командующего занимал он должность командующего тихоокеанским флотом то есть непосредственно тем флотом который воевал с японским и соответственно когда ему предложили эту должность ему сказали мы хотим предложить вам самую плохую работу в мире то есть они не считали что допустим у какого-нибудь там маршала тимошенко в завязке сталинградской битвы когда немцы шли танковые колоды по степи прорывая разрывая юго-западный фронт который впоследствии там трансформировался в сталинградский через командование гордого через командование еременко что это плохо это сверх плохая работа в их понимании сидеть в кабинете распределять куда поплывет тот или иной а та или иная авианосная группа вот это самая плохая работа в мире и так просто чтобы вы понимали что когда вы начинаете допустим социальным сетям социальных сетях англосаксу объяснять подвиг советского народа он не может его понять по определению для него подвиг это как шутяку вы не сожрали там где папуасы знаете продолжение продолжение вот этой аналогии извините вот китайцы кстати понимают и у меня был очень интересный опыт в свое время я работал в одной компании туда приехал на стажировку из лондона китаец который учится там в лондонской школе экономики и вот остальные там студенты которые были стажерами запада скажем из канады они не понимали вообще вот когда заходил разговор об истории вот там великое отечественное туда сюда да 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 для них это ну как картинки какие-то а этот китаец он говорит да вот у нас то же самое было против японцев вот мне там бабушка и дедушка рассказывали у них это тоже воспринимается как там героический подвиг трагедия все вот эти вот дела и приблизительно в тех же терминах как мы описываем вот там великую отечественную войну они описывают свою войну против японцев они это понимают вот еще геополитическая логика совершенно просто япония япония это тоже слава у нас для того чтобы понять отношение американцев к нашей истории нам надо посчитать что они к ней относятся точно так же как мы к историю года канала вот все мы знаем что она где-то там было и даже кого-то алкулы там съели знаем знаем но где-то там вот у нас было курская дуга сталинград вот три раза харьков брали это да это да это война а там ночью где-то там точно только по всему миру по всему миру то что говорит она соответствует чему то есть ты фактически доказал что конфликт японо-китайская война которая была мало кто знает вот кстати вот примеру русско-японская война 1904 1905 год японцы страшно устремились брать что порт-артур военно-морскую базу в китае надо то есть по большому счету добыл мукден было сражение на реке шоке был ляо-ян конечно была цусима но ключевым моментом то есть точкой схождения японского интереса была бывшая база китайского флота а потом база российского флота порт-артур он сейчас является ключевой точкой на тихом океане недавно мне кто-то в ужасе ты представляешь русские стоят в порт-артуре ужасе странно что хрущевого не передал тогда китая но он решил доля не порт-артур подарить до дальние порт-артур теперь порт-артур это считается по китайскому распределению как бы территории это пригород доляня настолько разросся дальний что он север не находится то есть порт-артур сейчас именно порт-артур это именно порт сам а город это доляня во время русско-японской войны это был от порт-артур и все намного севернее там через 46 бухт по восточному побережью леодунского полуострова был дальний японцы легко практически без сопротивления заняли дальний почему потому что порт-артур был крепостью русские уже стали там намертво перед самим порт-артуром все-таки и почему японцев такая вот тяга была порт-артур а дело в том что в 1894-1890 то есть за 10 лет до русско-японской войны было японо-китайская там были серьезные морские сражения там очень даже смешно есть сухопутное сражение на реке ему это русско-японская война а морское сражение около ли ли киеву это морское сражение но между флотом японии и китая а закончилась по большому счету основная фаза японо-китайской войны япония вырубила китай вырубила китай из сипауэрного мышли обрубила восточный конец оси взятием порт-артуро то есть она уничтожила ось оси сухопутных стран самую восточную основную базу все начинается двадцатый век япония чувствует себя спокойно никто ей не угрожает нету стран оси базы за кореи как бы получается но все равно геополитически япония а его политика во многом формировалась в японии все они задачу выполнили и тут баз решения китай мерзавцы берут вынуждены сдать россии в аренду этот порт артуро россия туда ставит свой тихоокеанский флот все русская японская война была предопределена это чтобы вы понимали как работают принципы геополитики и тренды которые вы все время и теперь ты хочешь поговорить о восточной европе ну мы уже сказали что такое лимитрофы да то есть восточная европа это вся страна это все все страны восточной европы лимитрофного типа что такое страны лимитрофы это страны которые возникают как разделительные территории между основными игроками оси то есть когда допустим у тебя ни у кого поляков в роду нету я сам вот сейчас я сам у себя сейчас я буду обижать сейчас я буду обижать сергея потому что не я не видел ни одного поляка каждый раз когда какой-то кипиш происходит европе страдают а почему потому что самой классической лимитрофной страной которая находится просто она под прессом постоянным у нее два центра тяжести на западе берлин на востоке россия и вся история чтобы поляки не делали в поляки с точки зрения геополитики нация которая должна иметь собственную территорию по определению культуры там еще есть такое понятие то есть вот сейчас вот вдумайтесь господа с точки зрения геополитики господин шопен для польши как государственного образования сделал больше чем допустим такой великий король и полководец как ян собеский который кстати мало кто помнит оказал огромное влияние и на историю разделения украины на левообережную и правообережную украины но тот же и тот же собеский решил вопрос когда вена играла в семнадцатом веке роль одного из центров хартлинда он уничтожил противоестественный порыв римландной турции но при этом он же от победив шереметьево учу в чудовское в чудовском побоище он определить определил определил определить разделение украины после подписания переславского мира который у нас подписан 1654 году россия даже не дергалась на правообережье украины по причине того что вот рамадановского и в первую очередь шереметьево поставил на место собеский ну не только он там много людей тут надо вдаваться в украинскую историю поведение там допустим условных там украинских гетманов конца семнадцатого века во много определялась той геополитической силы которую могла играть больше то есть там поведение каких-нибудь гетманов типа брюховецкого или хмельницкого самка или золотаренко она становится понятно по той причине что они понимали где центре силы вокруг них и то разделение украины которое было обеспечено чудовским побоищем а но во многом было геополитично и его нарушения вот приводит к тому что мы до сих пор очень четко ощущаем я вчера допустим слышу такую фразу она западенка как это придет и узко поставленные глаза то есть внутри украины существует какой-то то есть еще извините до времен петра первого россия таки на правообережную украину не совалась а уголиться в австрийскую территорию которую делили уже как польскую территорию до двадцатого века а почему срабатывали законы геополитики центр тяжести для российской империи находился в другом месте а польша польша боролась собственно за свое существование потому что до ее раздела у нас чуднов это 1661 год если мне не изменяет память а дорого до раздела польши остается там 130 4 года и польша просто прекращает существовать это тоже естественный процесс то есть польша 1683 году спаситель европы а всего через сто лет больше нет и это же не связано с тем что поль польская культура не является основополагающей в европе же говорю шопен сделал больше чем советский для польской культуры но польша вот классическая странами метро которая раздавливается эти все время именно польша раздавливается этими силы кстати на примере польши вот который вы привели очень хорошо видна логика естественных границ геополитики то есть вот россия не совалась там до определенного момента западнее днепра днепр естественная границ кроме кроме киева кстати геополитики почему киев геополитическая . потому что вот по мнению того же то путь того же допустим шереметьево или рамадановского последствия петра первого принцип следующий контроль над украиной определяется из киева мы держим границу под днепр но на правом берегу мы контролируем это сейчас мы это моя еще моя бабушка говорила те кто если поехать в дарницу то есть на левобережный киев на черниров это не киев только в черниговской губернии да для коренных таких киевлян киев он проданный город на правом берегу днепра то есть естественно часто он половина города на левом но вот именно контроль за единственной правообережной точкой за киевом в те времена это только правообережная крепость она определяла контроль над всей украины то есть не надо идти вот шереметьев шел на львов вот когда собески с ним столкнулся он шел брать львов ну ленберг тогда как бы вот тоже не но логика и тело непривычное название для польши логика логика идти на львов она же состоит в том насколько я понимаю чтобы дойти до следующей естественной границы то есть карпатских гор по правильно то есть это целый геополитический шаг который в этот момент невозможен по причине того что возникает сильный противовес со стороны сильной польши которая в которой заинтересована две империи другие прежде всего австрийская и османская то есть прямой поход в семнадцатом веке до львов это прямой геополитический конфликт с австрийской империи которая тогда была центром тяжести то есть тогда центром тогда был тогда ось была париж вена москва и соответственно и конфликт с крупнейшей ремонтной то есть привреженной страной турции россия могла конечно там страшными ресурсами решить этот вопрос она его решила позже спустя полтора века когда окрепла и когда могла там циклично побеждать турцию во времена суворова от одной шла от одной победы к другой но такой силы в семнадцатом веке в россии не было должна была ослабнуть турция должна была ослабнуть австрия и тогда россия уже выкат это россия только в двадцатом веке империя российской это в виде советского союза четко зафиксировала карпаты в первую мировую войну хотя мы прекрасно помним да эти галицкие битвы и карпатские операции ну взяли львов потом отдали и так далее это выпаду удержать не могли эти территории а почему кстати потому что с точки зрения той же геополитики вот мы вчера как раз об этом говорили на конференции международного института политической философии геополитическая обстановка в первую мировую войну для россии была катастрофическая то есть чтобы россия никогда не вот мой там допустим прадед командовал там полком во время первой мировой войны и если так посмотреть все время его полку столько в начале наступает это восточной пруссии а потом все ребят ступа и то есть из восточной пруссии медленно наверно отползать эти пор был по был восьмой восточно-сибирский порт артурский они и вот они медленно ползли из польши отступили в беларусь третий сибирский корпус и вот соответственно что это происходит это происходило с точки зрения геополитики естественный надрыв российской империи по выполнению невозможной геополитической ситуации выполнение невозможной геополитической ситуации привело к крушению по большому счету всех участников конфликта на восточном фронте поскольку геополитическая ситуация нет трактовала конфликта между центрами силы то есть берлин вена из ну тогда петербург столице был это были центры чего hard дачу они между собой и кстати между ними не было лимитрофов на туда его ситуация была очень хороша и боя столкновение а для того чтобы разделить центры силы возникают естественно и лимитрофтные страны и вот естественно лимитрофтной страной или классической являются вот вся прослойка между берлином и москвой то есть больше чехия словаки венгрия румыния украина еще лимитрофом является болгария еще лимитрофами являются все страны после югославского пространства и это пространство войны и здесь мы подошли и пытались его сегодня жить в нее беларусь до беларусь тоже лимитрофтная страна просто вот то есть зарождение обратите внимание зарождение любого конфликта внутри heartland оси это лимитрофтные страны то есть если си пауэр хочет на гаде а он не может не хотеть англичанка должна гать англичанка она должна гадить это ее забанят нас за что это мы не имеем ввиду ее величество я когда приезжаю в лондон я обожаю во первых англию извините у меня дети живут в соединенных штатах ну и за джинс тоником им тоже спасибо как не крути за виски нет мы в данном случае должны понимать англичанка гадит это вполне себе геополитический фактор то есть она не может не гадить это смысл ее существования и момент да и вот соответственно где же англичанка может гадить то есть мы уже понимаем что его общая теория политологическая теория основанная на геополитике любому генштабисту говорит си пауэрные страны то есть англичанок будут гадить в странах римландных или метрофтных теперь давайте оценим просто посмотрим карту только один вопрос а почему они все время гадят сюда мы туда не гадим потому что они обладают коммуникациями то есть чем преимущество си пауэрной страны и вот понятие этом политика канонерок вы наверное слышали что было политика канонерок вот есть какая-нибудь там условная страна в африке вот нам до нее дотянуться достаточно тяжело но не пойдут же наши бравые ребята строевым шагом через всю африку наводить там порядок а у них кораблики я их главное жмешки не следующее а там вот эти вот пятнули и вот туда мы пошлем канонерку вот недавно мы кстати шутили начали с японии атака семена с этих но к чему это привело к революции мидзи они себе создали вечного противника на тихом океане который их так ручки по выкручивал уже а сами тихо себе на острове японцы никого не трогали они решили вернуть из пятнадцатого века в 19 не это кто не знает япония на 300 лет закрылась это я для зрителей япония на 300 лет закрылась от всей остальной человеческой цивилизации и жили практически то есть они в девятнадцатом веке жили так в таком же укладе как во времена ивана грозного ничего обязательно страна никак не изменилась интересно конечно с точки зрения культуры почему сейчас вот там японская культура самурай было хорошо все вот эти вот вещи да потому что самурая то что мы договаривались главное чтобы люди знали что япония к концу 19 века но вернее к середине 1859 выживали мечами да они они увидели корабли такие как называемые черные корабли командора пэрик действительно командор пэрик американец приплыл навел пушки на их деревянной токио и говорит либо вы с нами торгуете либо вы разрешаете сконтактировать либо я сейчас расстреляют ухала буду разнесу и дребезги по полу он сначала поступил как сейчас поступают с украинским парламентом он предложил им самим изменить законы но у них был великий император меди и это поесть такое понятие революция или реставрация бизе и вот вы вдумаетесь за следующие 30 лет японии средневековой страны привык предсвечала превращается в страну которая так сказать полностью ставит на место лидера этого региона китай в прямом военном столкновении а потом паровозы армия пароходы лучшие броненосцы мира представьте себе как россия воспринимала там на островах сидят какие-то мужики которые с луком и стрелами мы объявляем этим россия говорила макаки во время русской и японской войны мы сейчас в этих макак разнесли все кори которые были бежать который далеко по 10 макак этот вдруг это макака оказывается лучше нас вооружена флот у нее просто на порядок ну это вот мы даже не понимали то есть российская империя говорю мы потому что мы тогда входили в ее состав насколько вот когда эскадра рожественского шла на сусиму она же не понимала на какой она убой идет она же просто не понимала насколько сильнее японский флот чем балтийский флот который превращался во вторую думали что сейчас разметают джонки дать он джонки оказались то есть соответственно воздействие вот да вот как раз командор перри классика это воздействие си пауэра а я не рассказал о чем мы шутили там типа что канонерки типа не хватит вот поэтому возникли авианосные соединения так это не шутка ну здесь это та фишка которая в геополитике вот я приведу вот смотрите как нас как нас взбадривают перманент американские сменец вошел черное море американские там дальше не важно что ну корабль кара что-то плавающее вошло в черное море то есть то что рядом находятся две воздушные армии россии и там крейсер москва плюнет в направлении этого эсминца и он начнет пузыри пускать это не важно важно то что вот действие си пауэра мы уже приплыли мы уже приплыли другое дело что почему же мы шутили что канонерки не хватит придет авианосец авианосец то не придет это уже другой чисто технический вопрос но вот так страна си пауэра показывает свое присутствие то есть приплывает какое-то старое корыто но об этом почему-то вся украина должна знать у нас есть приплыл этот место метят беда вот иметь вот правильно они вот таким образом си пауэрные страны метят место потому что все хотят повторить нападение на семена секи то есть поставить японию при этом мы прекрасно понимаем когда код перестает метить место когда после того как его кастрил ну дело в том что мы не собираемся кастрировать мы тогда нет дело в том что в мышле нашем мышлении победа на море является решающим в нашем понимании это не наша когда наш солдат сейчас нас точно забыли пройдет в своих сапогах по улице там где живет королева ну много из вот это победу а королева пик на королида или бубен да значит соответственно вот это в пони нашем понимании победа в их понимании победа это когда они соответственно там прошу торговать и вот и все это мышление мы вас от вас россию отключим от свифта ну теперь россия договорилась с китайцами у них свой свифт и как это вообще непонятно так это вообще просто это вернее это понятно ну вот пожалуй с кем они с китайцами потому что это китайская геополитическая там ни одного ли метрофа между ними нету кто не есть он голый он центр как и бутан центр буддизма который является не ну главной религия китая ну просто не государственной но поэтому они не могут раздавить его с главной римландной страной всего человечества индии а теоретически должны как бы вот этот конфликт между индия и китаем геополитический но там классики геополитики именно прежде всего изучали вот как качестве примера римландной страны вот этой прибрежной страны они приводят индию и вот интересный такой момент что индия у стран сипауэра всегда колония индия это глава главное украшение короны кого англичанки да то есть британская империя но она колония а вот как только и не начинает примыкать к странам сердцевинным к странам суши она сразу становится одной из стран суши поэтому с точки зрения геополитики самый естественный союз который существует то есть вот например вы спросите а какой самый главный сейчас геополитический конфликт а с точки зрения геополитики самый главный геополитический конфликт это разрушение внимание индо тихоокеанской концепции si power мистро а что для этого надо. А для этого надо, чтобы китайский флот был сильнее, чем американский флот в западной части Тихого океана и в Индийском океане. Вот такими вот огромными категориями мыслит геополитика. Потому что противовес стран суши и стран моря определяется тем, на чьей стороне Индия. Потому что Индия, как основная римландная страна, тянет за собой всю свою римландную наследственность так называемую. А в римландную наследственность Индии входит и Пакистан, и Иран, что самое интересное, и Индонезия, Индонезия, и так далее, и тому подобное. То есть вот все это подбрюшье Европы, оно определяется... Подбрюшье Китая. Европы, Европы. Индия считает... Вот вдумайтесь, какими категориями мыслит геополитика. Индия это подбрюшье Европы. А самая крайняя точка, вопрос на знание географии. Если Индия подбрюшье Европы, а самой восточной точкой подбрюшье Европы является база Порт-Артур, за которую цеплялись там, на востоке, то возникает следующий вопрос. А какая же точка подбрюшья Европы самая западная? Севастополь. Крым. И вот, соответственно, за геополитические точки и ведется борьба. Мне это напоминает вот эту карту, которую рисовали. Помните, как Украина была разделена? Это одна часть, это вторая часть, это третья часть. Виктор сейчас всю карту земного шара поделил на три части. Да это не я. Если бы я сразу мог сам лично мыслить такими категориями, без опоры на научные работы, которые начинаются полненом навесовал. Основы геополитики, по мнению многих, заложены в 16-м веке. То есть изучение философии, мы же помним, что все гуманитарные науки, кстати, что самое интересное, и военная наука, она же не точная, она же гуманитарная, на самом деле. Они выходили так или иначе из базиса философии. То есть существует общее понятие осознания мира, осознания идей. Так вот, философия там выделяет из себя те или иные предметы. Сначала она выделила юрис, допустим, для наших зрителей будет нежно. Первая наука, отделившаяся от философии, это юриспруденция, это право. Есть период выделения тех или иных наук из общей философской мысли, из общей мысли научных идей. Считается, что выделение геополитики происходило даже раньше, чем чисто нашей родной специальности, политологии. И началось аж в 16-м веке. Потому что именно мы помним, что военная мысль движет человечество, а геополитика это игра военная. Все основные авторы геополитики, у них погоды, ну, слава, то есть, если он там какой-нибудь генерал-лейтенант, то у него карьера не сложилась. То есть, как правило, все выдающиеся геополитики, они в очень больших звездах. И геополитический анализ на сегодняшний день в основном проводится не только, вернее, не столько в политологических институтах, но мы все работаем так или иначе в политологических институтах. Согласитесь, когда мы говорим о геополитике, мы сразу понимаем, рядом слово война. То есть, основным пользователем геополитической мысли как были, так и остаются генштабы и службы разведки. Вот в этой связи на оставшиеся пять минут блиц вопрос. Последствия ультиматума Путина или предложений выдвинутых российской стороной США? А вот это как раз мы хитрые, вот мы хитрые, конечно. Так это же чистой воды геополитики. Ну вот. Так вот, собственно говоря, когда для некоторых людей там то, что говорит Россия с точки зрения своего геополитического положения, то есть, как страна, которая претенкует на лидерство в Хартлендном мире обращается к Соединенным Штатам Америки, которые являются безборным лидером стран Сипауэра, естественно, торг должен быть определяться по границам геополитическим, которые исторически сложились. И, собственно говоря, Россия это и предлагает. Поэтому нам кажется, вот они Америки такое предложили, сейчас Америка начнет шашками махать. Во-первых, Америка шашками махать не будет, она парусами мыслит. Она мыслит, опять-таки, морскими категориями. Во-вторых, Америка прекрасно понимает, сколько бы они не оказывали воздействия через блок НАТО на западный фланг оси евразийской, этот фланг естественным путем притягивается, внимание, приготовьтесь к Пекину. И поэтому, для того, чтобы этот процесс задержать или удержать, Соединенным Штатам Америки надо оказывать влияние на римландные страны. А, соответственно, ключевым вопросом в римландных странах это контакты с осью. Где у нас ось проходит с точки зрения геополитики? Тайвань, Индия, Украина. Две точки из трех являются предметом торга. Ну, соответственно, что важно для США? Тайвань или Украина? С точки зрения геополитики Тайвань. Потому что она просто ближе к их основной операционной линии не удерживает. Вот они хотят удержать, но они могут отдать. А что более важно для России? Украина или лимитрофные страны? Если оценивать с точки зрения геополитики, Российская империя существует как империя только при одном условии. Когда она не допускает римланды стран на своей южной границе. То есть Россия не империя, а пока существует независимая Украина. Давайте другими словами. Понимаете, хорошо ли изучена геополитика в России, в Соединенных Штатах Америки и в Китае? Великолепно. То есть я вам хочу сказать, что изучение этого предмета в данных странах поставлено просто великолепно. И поэтому, когда дипломат Соединенных Штатов Америки слышит дипломата России, нас интересует, чтобы что-то происходило или не происходило на территории Украины, для России это действительно жизненно важный вопрос. Это вопрос их безопасности. А Украина, если она хочет существовать как независимое государство, должна соответственно выступать в качестве римланной страны. То есть придерживаться примерно таких геополитических принципов, которые придерживается Турция или Индия. На что, честно говоря, у Украины не хватает ну прежде всего наверное понимания. Я хотел сказать разума. здесь получается такая картина, что Украина в качестве стремящегося к одному или другому центру никому из них не нужно. Римландные страны существуют долго и счастливо пока никуда не лезут. Когда они равно удалены от понимания того, что вне блоковый статус обеспечивал безбедную жизнь страны, его нужно переоценить по новой. Его даже нельзя переоценить. Это единственная возможность существования геополитики. С точки зрения геополитики Украина может существовать только как римландное независимое государство, равноудаленное от Соединенных Штатов Америки и России. Никаких других геополитических оснований к существованию этого государства просто не существует. Но у нас все время пытаются сравнить если вне блоковый статус, это Швейцария. И вот начинается Швейцария. Но Швейцария не ремонт. А Финляндия ремонт. А вот как раз об этом хотел сказать. И в одном из обсуждений, когда начали опять Швейцария, я говорю, вы неправильный пример берете. Финляндия. Вот берите Финляндию и будет вам счастье. Но они не понимают, они не понимают, что главный критерий политического устройства определяется, во-первых, отдаленностью от оси евразийской, то есть, насколько далеко ты находишься от евразийской, а второй принципом прибрежной страны. Но тут есть еще одно, что главным, наверное, все-таки является то, что вы говорили, то ли разум, то ли понимание. Если ты понимаешь стремление твоих соседей более сильных, чем ты, их интересы, из этого выводишь свой собственный интерес так, чтобы не наступить на мозоль ни тому, ни другому, вот тогда это и есть основа безопасности, а значит развитие. В противном случае это бесконечное участие в чьих-то других перетягиваниях каната, но при этом... Причем в качестве каната. Да, даже не каната, а именно вот этой площадке, на которой этот канат тянут. но дело в том, что у страны Римланда не существует... То есть мы можем обижаться, не обижаться, расстраиваться, но у страны Римланда не существует геополитических интересов третьего уровня, как это называется. То есть страна Римланда не должна участвовать в бойне морской силы с евразийским пространством. Это их война. Нет своей игры. Да, а мы в нее, Украина все время пытается влезть в эту игру. Ну, ее пытаются втащить. Да, она и сама пытается влезть. она сама пытается влезть. Потому что все это будет... Но теперь есть свет в окне. Наконец появилась новая старая партия за новый социализм. И надо думать, что они привнесут какую-то свежую струю в затхлый политический мир Украины. Но только уточним, что социализм не бывает новым или старым. но они сказали за новый. Да, поэтому ну, житья по новому. По моему убеждению, после 91-го года он вообще не бывает. Ну, ну, давай. читаем, 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 читаем Маркса, читаем Гегеля, изучаем постмодернизм и приходим к пониманию современного социализма, но только весь вопрос заключается в том, что опять-таки социализм новым не бывает. Социализм он либо есть, либо его нет. Вот такая. Как свежесть у рыбы. А геополитика есть всегда. На этом я предлагаю завершать. Благодарю. Благодарю вас, уважаемые друзья, за эту беседу. И наших зрителей я призываю подписываться на наши ресурсы. Сергей Вазовский Институт Глобальной Цивилизации, Виктор Савинов Международный Институт Политической Философии. Я Даниил Богатырев. Подписывайтесь на наш резервный канал Первого Казацкого. Подписывайтесь на мой канал в Телеграм Политолог Богатырев. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»